Привет-привет, книжный мир, с вами Лена, и сегодня для меня лично суббота, долгожданный выходной, и я медленно поджаривала себя ладушки, думала, с какой бы книгой провести эти выходные, и на меня шло зарение, что есть как минимум четыре книги, которые просто меня терзают, точнее терзаюсь я неведением, о чем уже никак не написано, о чем не рассказывают, и я решила поступить по-умному, надкусить все четыре и решить, с какой же историей надо знакомиться, привести его. Что же у нас сегодня будет, во-первых, Майкл Шейбен, его лунный свет, эту книжку мне подарила Юля с канала Scrubbook Home, когда мы с ней встречались в Санкт-Петербурге, Юля гостила у своих подруг, и обо мне тоже не забыла, мне было очень приятно, я оставлю ссылку на влог, где можно посмотреть, где мы бродили, где эти книжки покупались, и все, что я помню об этой книге, что это семейная сага, и рассказана она голосом дедушки, такого импозантного, хорошего рассказчика, вроде как даже с фантастическим чувством юмора, и спички здесь, кстати, тоже не просто так. И еще есть у Иры с канала Kira Skybooks влог на эту книгу, и я его смотрела частично, так как боялась сходить в спойлеров, даже самых минимальных, я знаю, что Иры читать без спойлеров, но я все равно боялась, да, что-то услышать, чего я не хотела, поэтому я всегда хотела скорее ее прочитать и уже пересмотреть тот влог. Следующая книга, которая меня просто везде преследовала в какое-то время, и на нее тоже есть один видеовлог, правда, за рубежом, и именно после того видеовлога я решила, что да, мне тоже нужно знакомиться с Домом Листьев, все, что я об этой книге помню, кроме того, что она очень обычно написана, состоит из каких-то материалов, и тем самым напоминает мне любимую шею Корабль Тисея, да, которую я в том году, в том апреле читала. Да, что об этой книжке я помню, что она рассказывает о доме, который ежесекундно живет вшире, ввысь, вглубь, очень по всем параметрам, что повествование детективное, жуткое, страшное, что здесь есть татуировщик, и все, и то, что это просто невероятный гигант, и я думала, что если у меня будет перевес, скорее всего, вот эту книжку надо будет, да, вытаскивать, но слава богу, перевеса не было, у меня было еще даже, оказывается, дополнительно 4 килограмма, и я не набрала книжек. Номер три, это секрет каллиграфа, я наконец-таки посмотрела уравнение, ударение. Маша, тебе еще раз огромное спасибо за эту книжку, Маша, это зрительница, которая просто Томбрайдер книжный, да, Лара Крофт, Том Круз, для которого миссия выполнима всегда и везде, где-то откопала эту книжечку, и она рассказывает о каллиграфе, который пишет письма по заказу для два мужчины, вроде как пытающегося, да, сохранить сердце своей женщины, но все не так просто. Я думаю, вы знаете, я обожаю открытки, вообще всякую тут бумажную канцелярную историю, поэтому для меня эта книга помимо своей красоты восточной, да, еще и по тематике очень заманчивая. И четвертое, это Тысяча кораблей. На эту книжку я, в принципе, давно засматривалась, когда еще впервые ее увидела на зарубежном бухтюбе, у нее фантастоперическая обложка, и почему-то у нас она такая, как из библиотеки, не знаю, начала 20-х годов. И, как я уже неоднократно говорила, это история Трианской войны, рассказана голосами женщин, и я когда паковала книжки, которые я решила с собой в этот раз провести, я, честно говоря, заглянула на первую страничку почитать, чтобы понять, вести или не вести, и, в принципе, в электронке смогу прочитать, и мне понравился язык поэтичный, поэтому на нее тоже много надежд возлагаю. Итак, ушки, мы сейчас, наверное, не о чем с Шейбаном, но я так боюсь, что если это так же, а это, скорее всего, так же здорово, как потрясающие приключения Кавалера и Клея, то, наверное, эта книжка сегодня все и закончится. Но нет, надкусить надо все, и ты, Шейбан, самый первый. Итак, ушки, прочитала я видение, я вам скажу, что Данилевский интригант, и я не думаю, что эту книгу я надолго отложу. Давайте представим, что вам звонит друг и просит сходить исследовать квартиру своего соседа, который так-то, в принципе, уже был странный, а тут от него ни слуха, ни духа, тишина, и вы уже понимаете, что голос у друга странноватый, когда вы приближаетесь к этой квартире, вы понимаете, что на вас какое-то чувство налетает, которое уже говорит, веди отсюда, пока ты не вязался, и заходишь ты в квартиру, в которой, конечно же, ты находишь этого соседа лицом вниз, мертвого, но ладно, он старый, возможно, это была естественная смерть, однако вся его квартира представляет собой нечто странное, все заколоченное, заклеенное, лампочки выверчены, однако есть свечи, однако никогда не зажженные, и повсюду просто листки, а поскольку старик, я так понимаю, что больше в свою часть жизни он был слепым, а половина листков исписаны, половина на брайли, я так понимаю, наверное, выколота, и все эти записи посвящены фильму, которого никогда не было. И тут тоже у тебя есть ощущение, что беги, спасайся, пока можно, но ты не бежишь и не спасаешься, и по итогу ты ввязываешься в какую-то авантюру, читаешь книгу, которая забирает твой сон и вселяет в твою жизнь страхи, ночные кошмары, и ни одно лекарство тебе не помогает. И вот обо всем нам рассказывает о вступлении, да, рассказчик, который со своим другом отправился в это странное место и, видно, собрался эти рукописи, оформил в одну книгу и говорит о том, что вы, конечно, можете прочитать эту книгу, но вы тогда должны забыть о нормальной жизни, забыть о красоте звездного моря, о море, господи, без звездного моря тут, звездного неба, вы просто все забудете, и вас поселится страх, и вы также захотите просто оккупироваться и жить аскетом в своем доме, и дом голубыми буквами, подчеркнуто. Это такая интрига, я надеюсь, что не рассказал спойлер, поскольку это всего лишь видение, еще даже не начало книги основной, и тут Данилевский, вроде бы как, снимает, да, автор себя, всю ответственность, говоря, что эту книгу написал кто-то другой, говоря это словами другого, говоря это словами героя, который говорит о другом герое, но когда ты даешь зачаток, да, такую заманку, что вы сейчас прочитайте такое, что он всегда изменит вашу жизнь, такая заявка, да, нехилая, и вот этот вот объем должен все это дело доказать. Я заинтригована, однозначно эту книгу я когда буду почитывать, возможно, читаю несколько параллельно, пока я не забыла, что я прочла в начале, но это было круто, это было круто. Еще здесь в начале, я не знаю уж, правда или нет, пишут, что у этой книги несколько из изданий, и в некоторых из изданий некоторые страницы как раз-таки на языке Брайля, да, выведены, но я не знаю, я еще не проверяла, в принципе, не особо, это сейчас принципиально, я, может, в конце разузнаю, вот тут вот, если у вас книжка есть, в самом начале обязательно почитайте вот эту страничку, потому что, ну, это крутотень, прям крутотень. Продолжение следует... Должна вам сказать, что это ожидаемо прекрасно. Шебен, спасибо, не зря я тебя тащила в парк. Мы сразу с первых страниц знакомимся с нашим главным героем, с дедушкой, и он предстает таким человеком, который готов пустить кулаки в ход, он радуется справедливости и не боится получить по сапатке, но в то же время он такой без царя в голове, то, что может и котенка телефона в окно выпросить с одинаковой легкостью, просто чтобы узнать, а что, почему нет, и вообще, что к чему. Поэтому в первой главе мы, в принципе, узнаем, да, потому что он смертельно болен, у него рак, а со второй главы начинается его история. Вот с подросткового возраста, когда он рассказывает, как прощался с летом, и в этом прощании испытал и страх, и страсть. Вот буквально в одну главу столько всего Шебен вложил, и он так просто двумя предложениями описывает какие-то события, но ты их сразу чувствуешь, да, вот это окончание лета, весь жар, который подается маленькому пацаненку, да, когда он впервые прикасается к девушке или к женщине. Боже, Шебен, он просто великолепен, талантлив, и я не зря переживала, что как жить, если хочется читать его сразу-сразу-сразу же. Я сейчас с собой взяла секрет каллиграфа, я сейчас его тоже почитаю, и надеюсь, у меня не произойдет разрыва орда, если там тоже будет такая же восхитительная история, от которой не оторваться. В парке что-то происходит, поэтому сразу большое прощение за шумы. Итак, я надкусила секрет каллиграфа, и сразу нам поправится, что это история о девушке, которая уходит из дома от своего мужа-каллиграфа, который помогал местным бабам писать любовные послания. Надеюсь, опять-таки, да, это предисловие, где нам рассказывают, что к чему, и, в принципе, показывают, как быстро разбегаются слухи, да, в городе буквально с первыми другими лучами солнца, слух появляется с первыми отворенными дверьми, слух распространяется, а к полудню, к зною, в принципе, уже всякие версии строят. И первая глава посвящена детственному ребяту, то есть как вот с дедушкой из Лунного Света, так же и здесь мы возвращаемся в детство и начинаем знакомиться с героиней, а ещё даже, наверное, скорее лучше сказать, с соседями, которые её окружали. Она сама мусульманка, а вокруг неё соседи христиане, евреи, и вот как жизнь с такими соседями складывала её представление о мире. Конечно, совсем чуть-чуть-чуть-чуть, но, в общем, мне нравится, знаете, когда показывают конец книги, а потом с первой главы возвращают нас с детства и по чуть-чуть начинают нам раскрывать различные секретики и тайны. Эта книга, знаете, такая неспешная, очень красиво написанная, языком, который я люблю, но, слава богу, она не создала вот такой интриги, как Шейбан и Наневевский, поэтому вот её я могу подержать ещё, почитать, но читать хочу, потому что это именно такая книга-десерт. В течение уже и следующего дня случилось так, что после парка мы пошли поужинали в ресторане и решили, что мы давно уже вместе не были в кино и сходили на фильм «Обалденный». Называется «Время». Он от создателя «Шестого чувства», «Сплита» и других. И я так понимаю, что это экранизация какой-то французской новеллы, что-то такое мы почитали в Википедии, но я уже забавитовала. Я вам скажу, что, возможно, сняты было просто, но темы, которые заложены в фильм, мы сидели вот так вот под конец фильма, да, и когда вышли, у нас просто столько мыслей роилось, да, и чтобы не спойлерить ни одного кусочка, потому что я вообще даже не знала, что за кино такое будет, и мне было интересно, да, самой каждый момент разгадывать, но это фильм реально о цене времени и о цене человеческой жизни. И это все, что я вам скажу, очень рекомендую. Вот прям новинка, а на большом экране смотрится фантастически, особенно тем, кто уже скучает по отпуску, по пальмам, по виду океана. Вот предлагаю. Там, кстати, снялся актер, которого я очень люблю за исполнение роли, как его называют, забыла, дирижера, да, в сериале «Моцарт в джунглях». И сериал мне тоже очень понравился. Возможно, он кому-то покажется странными местами, но как минимум вам пару минут в каждой серии гарантированно, когда оркестр будет играть замечательные произведения. В общем, как фильм «Время», так и сериал «Моцарт в джунглях» вам очень сильно рекомендуют. Мне действительно понравилось, это прям ничего не сказать. Итак, я, в общем, вчера, на самом деле, успела чуть-чуть почитать, и сегодня еще почитала вступление и первую главу «Тысяча кораблей». И я вам должна сказать, что мне первая глава очень сильно понравилась. Она идет от лица Клёпы, музы, и она говорит о том, что, ну что ж, поэт, да, писатель, ты меня призвал, но ты мне должен будешь заплатить за вдохновение, которое я тебе подарю. Мне показалось это так необычно, так ни на что не похоже, чтобы я видела. И затем самая первая глава у нас идет от лица жены одного воина, Трои. И это происходит, так понимаю, за день после того, как был Троянский конь, да, хитростью расположен в Трои, да. И начинается пожар, и через, вот, во время, пока развивается этот пожар, мы смотрим, как закончилась Троянская война. И я думала, что, на самом деле, здесь это будет иногда про войну Трои, да, про осаду, а на самом деле нет. И я, насколько, осознала, что это будет как раз-таки про время после Троианской войны, да, после Троианского коня. И первая глава, она достаточно-таки длинная. И я не могу сказать, что она мне все время нравилась, но когда она закончилась, и когда я поняла, что, о, мне покажут какую-то часть мифа, да, которую еще нигде я никогда не читала, она меня захватила. Но тоже эта книжка, скорее, я все могу отложить в сторонку и прям вот не бросаться к ней, читать прям сразу-сразу. Я могу только, кстати, еще пока не забыла, держу мысли в голове, сказать, что помимо того, что интересная история, но не захватила, у меня еще есть буквально два момента к переводу. Я посмотрела, что эта переводчик, девушка тоже не переводила ни песня Хила, ни Церцевиум. В принципе, она хорошо справилась, но у меня есть два слова, которые меня удивили. Допустим, зачем им здесь торчать, да, грекам у троянцев. Слово «торчать» я даже пошла в плейбук, посмотрела оригинал, там был вопрос «Why would they?» Зачем им это можно было перевести или к чему им это? Но торчать в мифическом повествовании? Нет. И про Елену Троянскую сказали, что она бабенка, и хорошо, может быть, если мы на какой-то современной манере рассказывали, мы могли бы ее бабенкой, да, какой-то назвать. Я опять же взглянула в оригинальный текст, и там была сам вума, да, и за какой-то женщину. Вот так надо было перевести. Даже это было бы еще большее пренебрежение, мне кажется, из-за какой-то там женщины. Даже вот так можно было бабенка, торчать. Но это только два таких пренебрежения в переводе, которые я заметила, которые мне не очень понравились. А так, в принципе, книга меня захотела сначала в начале, а потом в конце первой главы, так что я однозначно с ней буду продолжать знакомство. Но сразу скажу, что слог Мадлен Миллер мне нравится намного больше и в переводах, и в оригинале. И подводя и тоже, по моим книжкам, это будет самый последний читаться в августе по марафонам. Книжка, которую я однозначно, конечно же, хочу читать, это Шебен, просто я знаю, что очень динамично повествование, я смогу эту книгу, возможно, за выходные и за понедельник, возможно, осилить. Вот прям хотела, понимаю, что хотела. Если бы Данилевский, Дом листьев был чуть поменьше, то я бы его читала. Но его я буду читать параллельно с другими книгами, потому что я вот не готова, наверное, полмесяца своей жизни посвятить вот этой книге, тем более у меня столько марафонов вообще в планах. И затем также я буду читать, вот закончу Шейбена, буду читать Данилевского, затем я возьмусь за секрет каллиграфа, потому что это такое летнее, знойное, размерное повествование, вот именно за то, что оно скорее расслабляющее, а не вгоняющее мне в стресс, что что же там дальше, я могу его пока что отложить, но в ближайшем прочитанном его, конечно, тоже ждите. Вот, надеюсь, что вам было со мной интересно, я сделала минимальные обзоры на каждую книгу, потому что я буквально вчера увидела обзор у одного популярного, хорошего блогера, которого я люблю, на книгу души, и мне кажется, этот блогер рассказал просто все важные детали, которые я лично, как читатель, хотя бы хотела бы сама раскрыть, и поэтому я в очередной раз скажу, что да, возможно, я очень мало иногда говорю про сюжеты, больше про эмоцию, но потому что я считаю, что книги, вы сами должны ее оценить, а мы с вами здесь уже эмоцию, да, или какую-то тему такую навалившую можем обсудить, да, я надеюсь, что вам подходит такой формат, потому что если нет, есть другие блогеры, которые сполерят половину книгу и сюжетов, но как бы это не я, вот, может быть, конечно, был там единственный раз, когда человек так рассказал, но как-то мне прям, знаете, стала обидеться тех, кто половину книги узнал из этого обзора, все, расскажите, читали ли вы что-то, захотели бы, возможно, взяться за что-то еще почитать, и вообще, что вы думаете об этом формате, так, я супер довольна, я особенно рада, что я не зря ну, а на сегодня буду с вами прощаться, хочу скорее тоже бежать в парк, дочитывать уже Шейбана, точнее, возвращаться к нему, ну, и Данилевский, конечно, ночью, чтобы жуть мне навести на сам грядущий. Всем прекрасной недели, я думаю, сегодня среда, как я и планировала, и прекрасного остатка лета. Пока, 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 пока.